Ваше позволение, я. Так. С этой стороны, Вяна Матвеевна, прошу вас. Благодарю вас. А рядом, как вас кличет молодой человек? Ничего, ничего. Я сяду. Юрий Николаевич, садитесь, пожалуйста, прошу вас. Ой, одну минуточку. Помняти. А где? Пожалуйста. Это моей Аллой Ивановной беретка-сослуживице. Добрый вечер, дорогие гости. Очень рада, что вы пришли. Большое спасибо. Примите наше поздравление, Алла Ивановна. Счастья вам. Геннадий. Более официальный Геннадий Михайлович. Зачем так официально? Чем проще, тем лучше. Юрий Николаевич, поздравляю вас. Спасибо. А я Вилета Матвеевна. А это вам чудесные духи. Только должна осознаться сразу, два раза пользовалась. Так что не обессудьте. Ведь вы же не знали, что в поезде нас ждет день рождения. Ой, французские. Вы знаете, мне даже неловко брать такую дорогу подарок. Берите, берите. Вилета Матвеевна, муж профессора. Часто за рубеж выезжает. Ничего, привезет еще раз. Большое спасибо. Ваше место. Прошу. Вы не возражаетесь, я буду вашим соседом? Напротив. Ну, слушай, товарищи. Самозванцев нам не надо. Тамадой буду я. Нет возражений? Тогда приступаю к первому тосту. Прошу поднять стаканы, как выражается? Геннадий Михайлович. Геннадий Михайлович? Да. Геннадий Михайлович. Мы сегодня празднуем день рождения Аллы Ивановны. И я хочу сказать про нее несколько слов. Дело в том, что с мужем Аллы Ивановны я работаю в одном кабинете. И даже больше того, мы тезки. Меня зовут Леня, и его зовут Леня. И я должен сказать, что с мужем Алле Ивановне очень повезло. А при чем тут муж? Сегодня день рождения у Аллы Ивановны, а не ее замечательного мужа. Правильно, Алла Ивановна? Нет, товарищ, если он был бы замечательный, он бы ее в день рождения в командировку не отпустил. И вообще, давайте забудем, что у нас есть мужья, жены, дети и прочее мущество. Сейчас мы просто товарищи, друзья, приятели. Правильно, Алла Ивановна? Точно так. Нет, ну почему же? Если в день рождения Аллы Ивановны ее сослуживец считает нужным сказать несколько слов о ее муже, это значит, что у них хорошая семья. Мне лично это даже очень нравится. Галер Маклевна, спасибо за поддержку. Так вот о муже, Алле Ивановне, я считаю, что с мужем Алле Ивановне в жизни очень повезло, потому что он... Нет, я так не могу, я так не могу. Это ему с ней повезло, мы ее, не его день рождения отмечаем. Товарищ Аллы Ивановна, я прошу роль Тамады дать мне. Я вас очень прошу. Геннадий Михайлович. Не-не-не-не-не-не. Ну как вам несовестно? Просто товарищ неопытный Тамада, мы его уважаем и благодарны, что он познакомился с Аллой Ивановной. Ну, выпьем же у здоровья. Но Тамада он никудышный. Присядьте там, товарищ. Ну вот, Алла Ивановна, во-первых, мне бы хотелось представить вам ваших друзей, с кем вам довелось праздновать свой день рождения в поезде. Это Юрий Николаевич Девятов, ответственный работник областполкома. Юрий Николаевич, дай свою визитную карточку. Зачем? Ну давай, давай, давай. Ну, 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 давай. Это вам подарок от Юрия Николаевича. Спасибо. А чего вы хмыляетесь? Для молодой женщины, которой все впереди, визитная карточка такого человека, как Юрий Николаевич, перспективный подарок. А у нашей Аллы Ивановны все еще впереди. Потому что чем женщины красивее, тем у нее больше впереди. Алла Ивановна, я пью за вашу красоту и за все, что у вас впереди. Спасибо. Можно вас поцеловать? Можно. Ну давай. Ты каждый издавай. Ну давай. За вас. Теперь несколько слов о Великой Матвеевне. Нет, нет, я протестую. Великой Матвеевне, должен вам сказать, очень тяжелый человек. Зануда и зануд. Ну и добрее души, чем в этом Матвеевне, в обыцполковье не сыщешь. Запишите телефон. Как? У вас дети есть? Есть. Мальчик, сын. Как зовут? Вовочка. Сколько лет? Двенадцать. Двенадцать. Так вот. Когда он подрастет, и нужно будет думать об институте, телефон профессора Нуйкина вам очень пригодится. Геннадий Михайлович, ну как вам несовестно? Это просто безобразие. Люди могут подумать, что и в самом деле. Ну ладно, нет, Матвеевна.